Приветствую вас, Марина. Давайте разберем ваш вопрос. Смотрите, первое, что я хочу сказать, это то, что чувствуется достаточно сильная негативная установка вашего по отношению к миру. Мир плохой, мир опасный, мир праздник. Мир мне угрожает, что-то в мире мне несет угрозу. И по факту получается, что я этой угрозой боюсь. По факту получается, что я этой угрозой опасаюсь. По факту получается, что мне страшно. Откуда у вас такое представление о мире глобально? Откуда у вас столь негативное восприятие денег, которое, конечно, является весьма сомнительной. Ценности самой по себе все же представляют, ну, такую, я бы сказал, вполне себе объективную, наверное, реальность, вот, в которой живет человек. То есть, ситуация складывается так, что у вас в целом глобальная негативная установка против мира. И на вопрос, на вопрос о том, почему у вас такая, такое вот восприятие мира, я думаю, что можно ответить, конечно, вашим опытом. Это такой, достаточно банальный ответ на данный вопрос. Опыт. У меня был негативный опыт взаимодействия с этим самым миром, вследствие чего я стал относиться к нему несколько настороженно, а иногда даже враждебно. Но опыт, в том числе и негативный, это неизбежно, а это абсолютно нормальное явление в жизни человека. Для вас же опыт, который вы получили, был почему-то болезненным. И судя по тому, что вы пишете, выводов из своего поведения вы особенно не делали, раз снова и снова у вас что-то не получало. Соответственно, здесь важным является ваше восприятие опыта, отношение к нему, а также восприятие ошибки и отношение к ним, к ней, к ошибке. Это очень важный момент. Глобально, глобально вы выступаете как бы против мира и глобально вы как бы противопоставляете себя этому самому миру, что, на мой взгляд, является, ну, позицией, мягко говоря, деструктивной. Дальше. Осталась совершенно одна после смерти мамы. Пишите, пишите вы. Здесь сразу несколько важных аспектов присутствует. Первый момент касается того, что для вас смерть мамы – это, безусловно, психологическая травма. И, безусловно, данная психологическая травма должна быть вами пережита. Если данную психологическую травму не пережить, да, не прожить ее, то она рискует у вас остаться и, соответственно, направлять вам в вашу жизнь. Смерть близкого человека – это всегда травма. Следующий важный момент заключается в том, что человек теряет с уходом или с потерей близкого человека. То есть, что вы потеряли с уходом вашей мамы. Что конкретно вы потеряли? Это очень важная история, очень важный момент, потому что то, что вы потеряли, и продвигает вашу деструктивную, я бы сказал, модель. Какая штука. Дальше. До этого жили с ней вдвоем, я пытался строить свою судьбу, но встречались на тех мужчин. Здесь по какой-то причине вы увязываете свою судьбу и мужчин. Как это связано между собой? Большой вопрос, потому что мужчина никак вашу судьбу не определяет, ибо ваша судьба, она только ваша, и к мужчинам как таковы отношения не имеет. Поэтому тут важно понимать, чем для вас важны мужчины. Дальше. Но встречались не те мужчины. Ну, честно говоря, здесь это выглядит вполне логично, потому что вы жили с мамой, и живя с мамой, вы пытались построить отношения с мужчинами. Я не думаю, что ваша мама хотела, чтобы вы ну, вышли замуж и ушли в свою семью. Я думаю, что тот факт, что вы жили с мамой, и свидетельствует о том, что вы к ней тяготели, вы не нуждались. Раз вы к ней тяготели и не нуждались, в большей степени вы были ребенком, нежели чем были девушкой, женщиной, хотя фактически и формально вы ей оставались. В отношениях с мужчинами подобное чувствовалось, и из-за этого вас не складывали отношения, потому что, находясь в позиции того ребенка, то родителя, вы выбирали себе соответствующих мужчин. Не нужно думать, что нежелание вашей мамы вас отпускать, было чем-то плохим, или было явным. Будь оно явным, или откровенно плохим, скорее всего, ничего бы этого не было бы. Тут речь идет о гораздо более тонких материях, поэтому, если вы с этим не согласны, я попрошу вас немножечко подумать и не торопиться высказывать. Не согласен. Дальше. Один из них обманывал три года, оказался женатым и с ребенком, я об этом не знал. Ну, тут у вас... Вы знаете, вот... Ну, почему-то мне пришло в голову детская обида. Вот, правда. Вы говорите, один из них обманывал меня три года. Обманывал в чем? То есть... Знаете, вот... Важный момент, да, очень важный момент, к вопросу о... взаимодействии. к вопросу о взаимодействии с миром, это вопрос доверия себя. И вы... себе... себе... не доверяете. А почему вы можете себе не доверять? Ответ вот достаточно прост, потому что... по факту... получается... такая ситуация, что вас можно... вас можно обмануть. А если вас можно обмануть... это значит, что вы не доверяете себе. Тут... что называется... все... довольно просто. Обмануть можно... только того... и только тогда. Когда... человек не доверяется себе сам. И... в данном случае... как раз... речь... речь идет о том... что вы... себе не доверяете. То есть вы... делаете... что-то... для людей... ожидая от них чего-то взаиме. ну... я так вот... думал... я так... думал... я думал так... что вы так поступаете. Конечно... конечно... я могу... могу... ошибаться... вот... конечно я могу... быть не прав... вот... но... видится мне эта... ситуация... вот... на данный момент... она мне видится... именно... такой... то есть вы... игнорируете... а... свои реакции... на... те или иные действия... подчиняя их... эти самые действия... а... ну... скажем так... удовлетворения желаний. во взаимодействии с другими людьми... очень... очень важно... не иметь... не иметь... каких-то... ожиданий... во взаимодействии с... людьми... и... другими... очень важно... быть... что называется... свободным... и не ожидать, что... люди... поступят... по отношению... к... вам... тем... или... иным... способом... в общем... случае... очевидно... а... очевидно... именно это... происходило... и происходит... вследствие чего... вам... как... мне кажется... конечно... очень... тяжело... дальше... сейчас... одна... родственники... заняты своими делами... друзья... тоже... делиться не хочу... всем все равно... ну... опять же... да... здесь... вот вы... хотите... для себя что-то получить... вам чего-то не хватало... появились... страхи... не могу двигаться вперед... страхи... перед чем... работаю... учиться... развиваюсь... нет... пока вы боитесь... не развиваете... машин моральных... стало мало... на выживание... на что они уходят... решаю проблемы... занимаюсь спортом... работой... где я в основном... целый день одна... а это все не ваш выбор... находиться там... где вы сейчас... находитесь... делиться боюсь... как-то раз уже... использовали люди... информацию... против меня... были нападки... именно... с их... с их стороны... скажите... а как можно... использовать информацию... причем... ну... болезненную... болезненную... для вас... да... как можно использовать информацию... против... против вас... вот... вы... скажите... потому что... я... честно говоря... не очень... Как можно использовать информацию против вас? Как, если угодно, как могла бы вас задеть эту информацию? Понятно, что люди её говорят, понятно, что люди её высказывают. Да, это верно. Но вы-то говорите о том, что имели место быть именно нападки, то есть что-то, что вами интерпретировалось как нападение. Вот, собственно, вопрос мой, он и заключается в этом. Что в этом болезненном и для вас конкретно. Мне кажется, что ответ на этот вопрос крайне важно себе задать, чтобы, ну, по крайней мере, понимать, что происходит. По крайней мере, отдавать себе отсчёт в том, что происходит. По крайней мере, чувствовать. Дальше. Как жить дальше? На что верить? Всё построено на деньгах. Ну, верить, мне думается, в себе. В первую очередь. Вот. То, что всё построено на деньгах. Ну, в принципе, об этом, об этом я уже говорил вам. Вот. И здесь у вас какая-то борьба против мира, реального, объективного мира, который, вне всякого сомнения, не является идеальным, вне всякого сомнения мир, не является самым лучшим, но почему-то вы считаете, вероятно, что он, я имею ввиду мир, должен, должен быть другим. Откуда у вас такое, ну, такое представление, такое понятие? На мой взгляд, большой вопрос. Вот. Тем не менее, с этим нужно разбираться. Разбираться нужно и с вашей тревожностью, которая, в целом, вам скорее мешает, чем помогает жить. Вот. И, в целом, работать с теми страхами, страхами, которые у вас есть, потому что сами по себе они не пройдут. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Вот. Ну, я желаю вам всего-всего-всего самого доброго. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует...